Согласны? Заходим внутрь. Внутри этой матрешки. Что у нас внутри этой матрешки? Опять же, основа у нас файл. То есть, надо пробежаться по файлу. Правильно, да? Сколько там записей, да? Мы его засчитали в массив. Соответственно, for each orders как order зашли сюда, да? Зашли сюда, правильно, да? В переменную order приходит что? Строка. Правильно, да? Строка. Эту строчку нам нужно как-то разбить. Правильно? Опять же, два выбора. Либо разбиваем в массив, либо по переменную. Правильно? Вот. Я предпочитаю переменные. Просто удобно. Ради прикола. Ну и заодно вам напоминаю конструкцию листа. Вот, да? Помните, да? Ну я так, я по сокращенке, да? Я не буду, понятно, что нормальное программирование, говорит, никогда в жизни не делайте таких переменных, всегда их пишите нормальные и так далее, и так далее, и так далее. Просто для экономии, во-первых, вечер уже лень, да? Вот. И для экономии места я просто разобью их вот так. То есть, здесь будет name, дальше у нас что там? Email, да, по-моему, там лежит. Email. Email, дальше у нас лежит телефон, который фон, дальше у нас лежит адрес, дальше у нас лежит, давайте так, order ID, и дальше у нас лежит DT. Вот так, правильно, да? DT. Я даже сейчас пробелы уберу, чтобы поместилось все в одну строчку, потому что хочется, чтобы было более компактно, чтобы вмещалось просто на это дело, да? И присваиваем что? Explode. Explode. А все равно не комиссия. Ни фига. Explode. Бьем по палке. Бьем по палке. Кого? Order. Все. Все-таки давай так. Все. Вот так все. Видите? Да, нормально. А то я сам, когда слишком крупный, ничего не вижу. Ордер. Бью попал. По перемене. Или можете право в массив. Кому как удобно. Я не настаиваю. Не настаиваю. Теперь, теперь, теперь. Сейчас нам надо сделать, опс, не туда. Вот этот вот промежуточный массив. Да? Опять же, делаем его начало и делаем его конец. Нажимаем его order.info. Здесь мы его инициализируем. Мы его будем каждый раз, это дело, инициализируем. Да? А, опять же, мы все for each. Мы до упора теперь в этом for each. Фактически for each это вот. Вот он. Да, больше после for each уже там ничего не будет.